Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, телезрители. Итак, мы вновь говорим о том, что мешает нам спокойно, с мирным сердцем жить сегодня. Почему столько тревоги, раздражительности, жестокости проявляется в человеке? И вот в этой связи давайте сегодня поразмышляем о тщеславии. Дело в том, что у тщеславия есть одна любопытная особенность – оно всеядно. И топливом для этого костра тщеславие может стать абсолютно все – человеческие пороки и высочайшие добродетели, нищета и богатства, красота и безобразие. Абсолютно все. Тщеславие возникает на любой почве. Для него не существует эстетических, нравственных или каких-либо иных ограничений. Если мы внимательно рассмотрим это свойство человеческой души, то с удивлением обнаружим, что нет такого качества, которым тщеславный человек не смог хотя бы в душе кичиться перед окружающими. Главное – прославиться. А уж какого рода будет эта слава, в общем-то, неважно. Так, например, артисты или художники стремятся к популярности и признанию своего таланта. А бандит и убийца находят удовлетворение в страшной молве, которая идет о его кровавых делах. А, простите, развратная женщина пишет книгу о своих интимных похождениях и радуется ее успеху у определенного круга читателей. Из всего этого многообразия напрашивается вывод. Очевидно, жажда славы в человеке не вполне обусловлена его нравственным состоянием или родом занятий. Скорее, она является неким свойством, присущим самой человеческой природе. Как это ни парадоксально, но в церкви, особо обращаю на это внимание, в церкви желание славы имеет положительное определение. И если произнести только эту фразу и не объяснить или расшифровать смыслы, можно соблазниться церковными правилами и церковным порядком. Почему так? Потому что христианство утверждает, что Бог сотворил человека как владыку всего материального мира, как единственное в мироздании существо, объединявшее в себе телесное и духовное начало. Человек стал венцом творения, его украшением, и, следовательно, пребывал в великой славе до тех самых пор, пока в грехопадении не утратил этого величия. Отпав от своего Создателя, человек оказался всего лишь частью мира, над которым он, человек, изначально был призван царствовать. Грех исказил природу человека, лишил людей той славы, которую они получили от Бога при сотворении, но именно такое бесславное его состояние, то есть состояние человека, церковь и считает противоестественным. Поэтому жажда славы и стремление к ее восстановлению отнюдь не считается в христианстве чем-то противоречащим человеческой природе. Напротив, Священное Писание прямо говорит, что именно слава будет итогом праведной жизни христианина. И у апостола Павла в его послании к Римлянам, в 8 главе, 18 стих, мы слышим «Нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». А в первом послании Петровом, в 5 главе, 1 стих, звучат слова «Я – сопастырь и свидетель страданий христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Но почему же, призывая людей к славе, Церковь так категорично осуждает тщеславие? На самом деле ответ прост. И без труда прочитывается в самом слове. Тщеславие – это стремление к ложной цели, напрасный поиск истинной славы там, где ее нет и быть не может. Христианство рассматривает тщеславие как страсть, или, иначе говоря, как свойство человеческой природы, которая оказалась изуродованной грехом до неузнаваемости и превратилась в собственную противоположность. Вот как объясняет происходение страстей преподобный Иоанн Лесвичник. Послушайте. «Бог не есть невиновник, не творец зла. Посему заблуждаются те, которые говорят, что некоторые из страстей – естественной душе. Они не разумеют того, что мы сами природные свойства к добру превратили в страсти. По естеству, например, мы имеем семя для чадородия, а мы употребляем оное на беззаконное сладострастие. По естеству есть в нас и гнев на древнего оного змия, а мы употребляем оное против брижнего. Нам дана ревность для того, чтобы мы ревновали в добродетелям, а мы ревнуем пороком. От естества есть в душе желание славы, но только горней. Желание человека стать лучше, чем он есть сейчас. Жажда совершенства, стремление к добру – все это нормальные и здоровые движения нашей души. Но также закономерно для человека и ожидание оценки своих трудов. Надежда на то, что эта оценка будет положительной. Весь вопрос лишь в том, от кого мы ждем этой оценки и чьим мнением о нас мы так дорожим. Вот здесь и проходит разделительная, или, как сегодня модно говорить, красная линия, черта между возрастанием в добродетели и страстью. Естественная жажда славы превращается в тщеславие там, где люди по слову Писания, эти строки написаны в Евангелии от Иоанна 12 глава, 43 стих, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. При этом человек совсем не обязательно добивается от окружающих только похвал. Нет, он может стремиться и к тому, чтобы его боялись, ненавидели или даже смеялись над ним. Тщеславного пугает лишь одна перспектива – остаться незамеченным, затереться в толпе и не получить очередной порции той самой человеческой славы, которая стала главным смыслом его существования. Но сами люди, мнением которых он так дорожит, ему мало интересны. По большому счету, тщеславный человек ценит окружающих лишь в качестве благодарных зрителей и не испытывает к ним любви, не стремится послужить им своими талантами. Люди нужны ему только как зеркало, в котором он мог бы вдоволь полюбоваться на свое совершенство. Вот очень хорошо выразил это состояние самолюбования французский писатель Антуан де Сент-Экзупери в знаменитой сказке «Маленький принц». Вот послушайте фрагмент. «На второй планете жил чистолюбец. О, вот и почитатель явился!» – воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. «Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются». «Похлопай-ка в ладоши!» – сказал ему чистолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши. Чистолюбец снял шляпу и скромно раскланялся. «Здесь веселее, чем у старого короля», – подумал маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А чистолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут пять подряд повторялось одно и то же. И маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» – спросил он. «Но чистолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. Ты и в самом деле, мой восторженный почитатель», – спросил он маленького принца. «А как это – почитать?» «Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умнее. Да ведь на твоей планете больше и нет никого. Но доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною». «Я восхищаюсь», – сказал маленький принц, слегка пожав плечами. «Ну что тебе от этого за радость?» И он сбежал от чистолюбца. Таким отношением маленького принца в своем стремлении понравиться окружающим, мы просто не понимаем, что перед Богом каждый из нас живет как бы на своей маленькой планете, где кроме Него и нас никого больше нет. И все, что мы делаем, по здравому рассуждению, может и должно быть устремлено лишь к одному виду славы – славе от Господа, который видит не только все наши дела, но и мотивы этих дел, все наши помышления и движения сердца. А чтобы вместо славы не подпасть под осуждение собственной совести, нужно стараться навести порядок в самых укромных и потаенных уголках своей жизни. о которых не знает никто на свете, кроме Бога и нас самих. Но именно такого устремления людям катастрофически не хватает, особенно в наше время. по точному определению преподобного Максима Исповедника. Тщеславие есть отступление от цели по Богу и перехождение к другой цели, противоположной божественной. И наивно было бы считать, будто кто-то из нас полностью свободен от этого тяжкого недуга души. Ведь даже величайшие подвижники православного монашества с горечью признавали, что так и не сумели полностью избавиться от страсти тщеславия. Вот что говорил об этом один из самых авторитетных духовников нашего времени архимандрит Иоанн Крестьянкин. Послушайте, Господи, мы еще страдаем тщеславием, то есть тщетной славой. Это столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, что оно старается быть при всяком добром деле. Послушайте, как говорит об этом грехе святой Иоанн Лествичник. И кайтесь Господу, узнавая себя, свое тщеславие в этих образах. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь. И когда, скрывая пост от других, разрешаю пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в красивую одежду, побеждаю, побеждаюсь любоначалием. И, переодевшись в худую, опять тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю под власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда не поверни эту колючку, она всегда иголками кверху. Мы любим похвалы. Если совестно, что хвалят в глаза, то хочется, чтобы хвалили нас заочно и думали о нас хорошо. Чем же хотелось завершить эту передачу? Словами того же старца. Господи, прости нас. Мы все страдаем этим недугом. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ